Малоэтажная Россия в 21 веке Обгонять, не догоняя, так скобочко скажем, это предложение по тому, каким путем должна была бы пойти Россия в 21 веке на основе здравомысля Что такое мегаполисная урбанизация? Прежде всего это опять техногенный коллапс Вы видите перманентную борьбу с пробкой, вот на примере Питера, Москвы Чем больше просто борешься с пробками, тем больше они возникают, потому что на строительство пробок приезжают новые люди Они покупают там через годик задрепанный жигунок и тем самым увеличивают эти пробки Поэтому стратегическое выведение из пробок это не вырубание лесов, как происходит, как я знаю, в Уфе Вот вчера я улетал с челябинцами, говорил, они просто со мной вместе там на аэропорту были, переговорили Они говорят, в Челябинске просто все зачистили, за два года вырубили все деревни, которые были вдоль дорог И застартировали, и дороги-то расширили, но жизнь стала абсолютно противоестественной И вот, в частности, люди, с которыми я говорю, они думали, как уехать Таким, я думаю, метеориты иногда залетают так не случайно, они залетают в точке наибольших проблем То есть свыше нас иногда предупреждают Неприемлемые условия для воспроизводства населения То есть я уже говорил вот крафта, что город это мутагенная среда И это проведены серьезные научные исследования В Галоне же они проводились, и даже еще в 45 году, где показано мутагенное содержание Вот факторов городской среды, которые просто подавляют генетику И при рождении ребенка, сейчас, если он в городе родился, до 100 мутагенных факторов И до сотни нутаций в механизме функционирования ДНК отличается То есть нарушается генетика воспроизводства Электромагнитный и акустический шум городов Здоровье на сегодня, по статистике, рождается только 18-20% детей А нарушение у 30% возникается Это только за счет проблем мегаполисной организации Ну и, пожалуйста, следующий слайд Я хочу сказать, что эта проблема, в общем-то, она понятна Я, к примеру, по этому вопросу готовил доклад губернатора нашего города Полтавченко, Киоргий Сергеевич Он мне сказал, что это тысячи лет, меня можете не импетировать Потому что в свое время, когда я был в Центральном федеральном округе То я сам обращался письменно на имя президента С предложением запретить любое строительство в городах численностью Более миллиона человек, многое расширяющее и не имеющее А в остальных городах по графику И перейти на, значит, по своими территориями России Дальше я скажу, почему вот так находим Ну и, казалось бы, есть примеры уже Вот пример это города Детройка Вы в интернете можете посмотреть там все эти картинки Детройка это, в общем-то, город-призрак Он полностью погиб Там, как бы, так сказать, все здания уничтожены И продаются вот любое многоэтажное здание По полному, так сказать, за штуку Вот, а ведь с чего начиналось? Было бы с самой сильной просветающей город Стало немножко тесновато Пошли вот тем путем, как Москва сейчас пытается идти Решили эту территорию расширить Прирезали там территорию И вот, так сказать, вроде теперь наслободнее К чему привело? Это привело к тому, что пробки, естественно, усугубились Потому что на одной застроенной территории Дополнительное население заехало И центральную часть потом пришлось просто сносить Там, где были исторические застройки Все это, значит, сделали там проезды А сейчас вот этот город просто практически погиб Я из интернета взял такую картинку Там, значит, надпись была Найди там 10 отличий Карта города Москвы и фотография раковой клетки Значит, я уже говорил, в чем существо раковой клетки Существо раковой клетки, что она абсолютно не думает о погружающей среде Она думает только о своих интересах И она, так сказать, везде, где можно, значит, пытается развивать Самое себя и не более того Вот то же самое, какой примерно происходит с Москвой на сегодня Потому что мы можем нашу Россию превратить в московскую ельную княжесть То есть если мы каким путем дальше пойдем То на строительство мостов, развязок, танделей и прочего Уедет последнее еще население Сохраняющееся где-то в России И останется у нас московское ельное княжесть Это путь гибели любых цивилизаций Точно так же Римская империя гибела Пока все население, вот, шагретил и поздно, после проживания разжималось В местах скученности населения начинают происходить разные, значит, противоестественные аморальные вещи И наступает гибель цивилизации Вот примерно таким путем мы сейчас идем Я уже вам читал Пушкина «Там люди включатся оградой» «Будущий интернет-прославий» «Невестный церковный год» И об этом же говорил Лисынин в свое время Он говорил «Паскаром Гагу писал письмо своему другу» И вот меня заинтересовал такой прозаический персонаж, как корова А завершает письмо, например, этими словами «Нет коровы, нет села, нет села и нет России» Вот эту поэтическую форму можно перевести на язык строгой математики И показать, что он был абсолютно прав Я и хотел, главное сказать, что когда мы говорим о развитии России Мы должны понять, а что за такое Россия? Россия – это не Москва, и Россия – это не Петербург А Россия – это, здесь мы на цифрах приведены Миллиард семьсот десять миллионов гектаров земли Поделите это на количество проживающих Получите около двенадцати гектаров на человека, включая инновации Вот наш земельный результат По двенадцать гектаров на человека При этом земли лесового хозяйства – шестьдесят три процента Земли сельскохозяйственного назначения – двадцать три процента И вот две последние цифры – земли промышленности и транспорта То есть то, что занято в этом праве – один процент всего А еще один процент – это места, где мы живем Поэтому, когда мы говорим Россия, а чаще всего мы понимаем За этим только один процент нашей территории, забывая о девяносто восьми процентах других И вот эта стратегическая деталь Чем это связано? Это связано, на мой взгляд, с неправильным позиционированием Денежной системы страны Потому что сегодня доминирует во всех наших устройствах прибыль Валовый внутренний продукт и деньги А где можно сделать деньги? Где банки и торговые компании могут сделать деньги? Только в городах Потому что если люди рассосредоточены на земле То все они самодостаточные, ничего не нужно Так вот, в книжке «Духовная экономика», на которую я уже ссылался Вот детально расписана история Что как только пытались развивать территории Так находились финансовые лоббисты Которые старались уничтожить прямо иногда физически Создаваемые там муфактуры, законные фабрики и так далее Для чего? Для того, чтобы все затаскивать города Поскольку там только банкиры, торговые компании Могут делать серьезные, крупные деньги Поэтому подается это, по-моему, якобы такая неразрешенная проблема Всего рассматриваются как черная дыра Но это абсолютно не соответствует действительности Потому что, еще раз напомню вам цифры У нас денег, у нас хватает даже из того, что мы сейчас зарабатываем цифры Прибросбербанка 90 млрд рублей в квартал И программа финансирования развития территории до 2020 года тоже 90 млрд рублей Если Прибросбербанка одно из них будет только направить на развитие территории То это рефинансирование можно увеличить в 23 раза А если, значит, взять десяток таких структур То можно увеличить в сотни раз То есть речь идет о том, что то, что управляется на цене Это не на 5%, не на 200, но хотя бы раз в 300 увеличить Тогда можно о чем-то говорить, а иначе все это И главное, что эти деньги есть Просто это нужно выравнивать пороги рентабельности от размеров Ну и вот в последующем слайде Как раз здесь уже представлена проблема основная Демографическая Что у нас сегодня более 13 тысяч пустующих сельских поселений А еще есть такая категория Они называются вымирающие населенные пункты Вымирающие населенные пункты Это пункты, где численность проживающих менее 10 человек Менее 10 человек, значит, там не может быть ни школы, ни садика, ни больницы, ни магазина, ничего Там просто выживает дикто, когда-то там жил и теперь им уже некуда уехать Вот, и кто-то там, дети, кто-то помогают, они как-то доживают Так вот таких выбирающих населенных пунктов Северо-садового федерального округа 50,2% То есть, если вы все перепишете по алфавиту То половину они выбирают А в это время Петербург расстраивается И убавиды расстраивается Ну вот, к счастью, в Казахстане Эта цифра составляет всего лишь 8 процентов Вымирающих населенных пунктов По статистике Рядом, если у наших соседей в полстане еще ниже 6 с чем-то процентов Но вот, что касается нашего региона Там, где Москва и Петербург Они вокруг себя пропустят Все сжигают Совершенно очевидно Для сравнения В Соединенных Штатах Вы знаете Это уже как бы слоган Одноэтажная Америка Вся Америка одноэтажная И 80 процентов населения Соединенных Штатов и Канады Проживает в одноэтажных домах 80 процентов нашего населения проживает в одноэтажных домах Ну, можно понять японцы по земли А у нас по 12 гектаров Но мы слышим зачастую заявление, что у нас И мне не хватает для строительства И это, в общем-то Ну, непонимание как то общих проблем В Белоруссии я вот там недавно был Поехали Удивительно Там все уложено ни одного клочка Брошили земли 1500 акрограммов Причем акрограммов Я посетил некоторые Ну, в общем-то там без каких-то излижств Но более-менее самодостаточных Там садик Там школа Там заправка Это не заправка Значит Магазин Свои же продукции Все шлои И поэтому тут вам С пределами не ходить или куда нужно Я очень хочу сказать Что агропромышленный комплекс Это не только Одна из отраслей Народного хозяйства Это просто Способ функционирования Нашей государственности Потому что Если У нас Не будет там Обувной фабр Обувной фабр Мы медли Можем привезти И обувь Можем привезти Но если у нас Не будет Сельского хозяйства То тогда у нас Страны бедные Останется Мировой логике Но Потому что На этих землях Вот на 98% Там Никаких И них И рабочих мест нет Кроме вот земли Батушки И леса И все Поэтому если допустим На лесу И на земле работать Не выгодно То тогда Не надо дурачить друг друга Тогда Надо просто Земле отказаться И в принципе Подводка такая Аккуратно делается В Сеолио Даже когда Лиза Райс Заявляла Что Ну вообще-то Если плотность Населения Определенной территории Ниже определенного Минимума То эта территория Должна быть Не этой стране Продвижать А она должна Ставить состояние Мирового сообщества И складывается такое впечатление Что да Идет Через Ублетение Аграрного сектора Зачистка территории А потом Кто-то может предъявить Требования По этой территории Так вот На мой взгляд Почему я там Выносил этот тезис Отгонять не догоняя Вот этот тупик Техногенной цивилизации Он совершенно очевиден Он просто ведет К вырождению Рода человеческого И исчезновению Подрубанию Генетики И когда мы поймем Что это и есть Самое главное Человек А не прибыль То тогда Мы должны будем понять Что нужна Иная Парадигма Градостроительная И только Россия Может предложить Эту Градостроительную Парадигму Когда человек Живет В единстве С природой И у него В одном месте И проживание И работа И места отдыха И вот такие Проекты Комплексных поселений У нас проработаны И в Подмосковье Вот такой проект Сейчас Есть как проект И в общем-то Все большее И большее Количество людей Понимают Что именно так Надо было бы Осваивать Россию И тогда Мы могли бы Предложить Новую модель Жизнеустройства Потому что Если, например Европа Пожелает такое Продемонстрировать То там нужно подгонять Бульдозеры И убирать Там уже все Засфактировано Даже есть такой показатель Коэффициент дебютонизации Территорий То есть сколько они Отвоевали Из-под асфальта Из-под бутона А у нас наоборот Все земли брошены И если Те деньги Которые направляются В Москву Или в Питер Направить На На Такие места Как Башкирия Татарстан Псковская область Новгородская область Прекраснейшие места Там нужно создать Инфраструктуру Перенаправить Денежные потоки И только это Может спасти Наши мегаполисы От пути Бетройта Что нужно сделать Нужно создать Модели Образа жизни Более привлекательного Чем тот Который Сегодня Есть в городах И вот Мы сейчас У себя И развиваем такой проект Называем Агрополис Северо-Запад Мы говорим Что да Всю Россию сразу не изменить Но хотя бы модели Какие-то нам Нужно было бы сделать И вот Мы подписали Договор О совместной деятельности С вашим хозяйством Шейн-Муратова И думаем Что может быть Вот такие идеи Надо было бы Чтобы они В разных местах России Произрастали И чтобы На базе этого хозяйства Оно так уже Достаточно широко известно Сегодня Благодаря В общем Ну как говорят И отходу без добра И Могут Очень многие Инвесторы западные Проявлять интерес И нам на сегодня Хотя бы нужны Пилотные Демонстрационные модели Чтобы вот Приехали посмотрели И сказали Ах И я так жить хочу Я хочу уехать Из любого города Но чтобы жить вот так Те же самые военные Мы с ними сейчас видим Переговоры Ну знаете Уваляются 40-45-летние мужики Ехать На двоэтажки Заселяют Они потом ищут работу В тропных стоях Ну почему бы не сделать поселение Деньги-то уже есть Они же даже не управляются Все равно Ну почему не организовать Это поселение И я не привожу Что тут у нас Сейчас только что У моего руководства Диссертация защищалась По этому поводу Где у нас все Расписано цикли Решения задач С чего нужно начинать И как продвигаться То есть берем местность Да Рассчитываем ее Природно-ресурсный потенциал И на первом месте Стоит что? Требование К сохранению природы То есть природа Не должна угнетаться Потом рассчитываем Сколько Без ущерба Для природы Можно создать Рабочих мест Ага Можно рыборазведение Можно Молочное желудноводство Можно Прометить Тепличное хозяйство Скотоводство Посчитали все Посчитали Сколько Без ущерба Для природы Можно создать Рабочих мест Когда рассчитали Количество рабочих мест Только тогда Начали строительство жилья Ровно столько Сколько Можно здесь обеспечить Работы Но ни в коем случае Не допускать Строительства жилья Если рядом с этим Жильем Нет работы Сейчас у нас Жилье строит одно Ведомство Рабочие места Совершенно Другое Они нигде никогда не пересекаются Вот в этом проблема Поэтому Когда говорят Что у нас что-то не хватает У нас нет денег Это абсолютно неверный посыл И вот мне очень хотелось Чтобы мы с вами понимали Что все наши беды Связаны с одним Мы неправильно Понимаем Миссию Денежной системы страны И вообще Что такое деньги Вот мы часто слышим Из нашего финансового блока Да-да-да Но у нас нет денег Вот я это не могу понять Как может не быть денег Я понимаю Когда Может не хватать Земли Может не хватать Леса Может не хватать Электроэнергии Может не хватать Рабочих рук Но деньги По своей природе Это информация На бумажном Или электронном носителе Если их денег нет Надо выпечатать Это же Это не то Чего может не хватать Вот Но у нас Вот построено Все так Что Якобы Деньги Это первичные Я вот часто этот пример Привожу У каждого прудкова Есть такой оборот Ну вы понимаете Вот есть Солнце Да Которое дает жизнь Обеспечивать Землю Нашу свою жизнь А есть Руна Которая Отблеском Солнцем Является Но Точно так же Вот Производство Потребительской Системы Есть реальный сектор Который Производит Родукты питания Одежду Значит Услуги все И так далее Это реальное производство А есть система Деньги Это информация На бумажных Или электронных Носителях То есть это Отблеск того Что у вас есть Вот если у вас что то есть Вы тогда и опечатайте Если ничего нет Конечно у нас сложно Опечатать Так вот Казина Задает вопрос И отвечает сам себе Скажите А что для человека важнее Солнце или Луна И говорит Ну конечно же Луна Потому что Солнце светит днем Когда и так светло А Луна по ночам Когда темно Вот у нас В нашей жизни Точно так же Что важнее Ну конечно же деньги Это что Это куда не денется Они все равно РБУ А вот деньги Это да Вот примерно Такой парадокс Вы понимаете Простые вещи И я Эту информацию Вот Даю чаще всего Самым простым людям Это понимают Школьники Студенты Хозяйки Это не понимают Дипломированные Специалисты Экономисты Они сразу Начинают говорить Какой-то теорией Что вы там Не понимаете Это сложно Ну сложно Вообще Производная Изначально Писали Все ложно А потом Начали сокращать И получилось Все ложно Когда вам что-то Сложно рассказывают То значит там Мало истины И вот Когда мы Изменим взгляды На Кредитную Свою систему Страны И мира в целом Тогда мы можем На что-то Рассчитывать И В этом смысле Почему Я дорожу Контактом Из Шейнуратова Потому что Если вы думаете Что у вас Такая Местная Маленькая Заворушечка То Не столкнулись Вот В одном Витачке Две глобальные Концепции Развития Человечества Либо Человечество Считает Что Луна Это Самая Главная И понимает Что Все-таки Основу жизни Не выдает Солнце Потому что Тоже Если вы не хотите Бумажки Печатать То Мы можем Какие-то Печатать Уфилалент Вы понимаете Тогда Благодаря Просто Я не призываю Как я в Москве выступал По этому поводу Ну что Вы призываете К локальным деньгам К местным Я говорю Ну я ничем не призываю Я просто говорю вам Что Насколько Несовершенна Денежная система Страны Что Стоило Как-то Вот Создать Иные Ситуации С оборотом Денежным Как Вот Товарный оборот В хозяйстве Вы знаете 12 раз Мне называли Цифру Вырос Товар оборот Ну так Это говорит О скрытом потенциале Вообще О скрытом Ресурсе экономики Нашей страны Там же можно сделать В каждой точке То есть не надо Никого там Напаривать С там Отсутствием денег У нас Если вы посмотрите Как я там листал В прошлой презентации Монетизация Массы денег Объема валов Внутреннего продукта Ну нормально Должно быть у всех Одинаковым Потому что Меньше производства Значит денег меньше Больше производства Тем не менее Это отношение В Японии 250 В Китае 250 А в России 25 Например Можно развиваться Если у вас Монетизация экономики В 10 раз Меньше От того Что вообще Нужно Почему Япония Печатает деньги Под Инвестиции То есть Как японию Печатают Свои деньги Японию печатают Дельцом 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 А чтобы доллар получить, надо вначале нефть отвезти. А после того, как нефть отвезли, мы только получаем правую эмиссию. Так живут финансовые калории на существо. И вот, к сожалению, эти вопросы не изменить с уровня президента. И я говорю об этом, не в упреком руководстве. Я говорю об этом для того, чтобы мы с вами понимали, что пока это не будет осмысленно общественным сознанием, то есть должна накопиться некоторая масса людей, которые понимают все это. Потому что Путин еще в 2000 году поставил вопрос сразу после прихода о... Ну что он владеет информацией? Он поставил вопрос о необходимости национализации Центрального банка. Потом он поставил вопрос о продаже наших ресурсов за рубли. Вот вчера он поставил вопрос о кредитовании. А в ответ тишина. То есть пока в системе образования, в стереотипах средств массовой информации. Но господствуют совершенно другие представления, что деньги – это вообще все. Крестьяне, рабочие, это приложение. Поэтому говоря о перспективах развития села, я хочу сказать, что без изменения концепции денежной системы нам не решить эту проблему. Ну и я просто сейчас как-то закончу там несколько слез еще по... Дальше, пожалуйста. Это то, что я говорил. Потому что наша миссия обгонять не догоняем. Потому что у нас для этого есть, для демонстрации новых моделей жизненной устройства, есть уникальнейшие места. Озина, речка, лес. Да туда поедут не из Паджикистана, а из Европы поедут лучшие специалисты. Потому что они тоже исковались в нормальной жизни, когда у тебя на окошке речка видна, а здесь в другую сторону лес. И мы должны специализироваться на развитии таких моделей. Поэтому мы сейчас Агрополис Северо-Запад, который мы развиваем с учетом мирового опыта, потому что во многих странах есть такой модель, пожалуйста. Дальше Агрополис, вот так вот место, где, условно, мы так называем, Зеленая Сколково, где можно было бы, ну, действительно, продемонстрировать хотя бы в одном месте модель того, как должна жить Россия в 21 веке. Наш университет расположен в Царском селе, и все знания расположены, ну, буквально вот в радиусе, там, 300-400 метров, вокруг Царского сельского лицея, где учился Александр Сергеевич Пушкин. И в Царском селе возникает первая в истории вашей страны электростанция, первый очень дорожный вокзал, значит, первый автомобильный гараж и многое-многое другое. Но вот сейчас мы хотели бы, чтобы там хотя бы раз и вот такого нового образа жизни сформировать, чтобы потом это можно было так тиражировать. Там у нас 8 институтов, 8 госакадемии прямо в этом же месте. То есть это не Сколково, когда в чистом поле что-то начали. У нас там университет, мощнейшее хозяйство, 8 институтов, и есть все необходимое для того, чтобы сформировать вот подход к новому образу жизни России в 21 веке. Ну это вот, да, это просто наша восточная площадка. Так она, вот здесь там, позавчера, самолет здесь установили, вот в этом месте. Самолет сельскохозяйственной авиацией тоже удивительнейшим образом, не сельскохозяйственной авиации, как она обратилась. Потом тут же, откуда ни возник, взялись разработчики из компании «Самолетстроительный суд», разобранные. Они показывают, уже сделаны проекты, и сделаны уже первые проекты самолетов. Мы когда-нибудь привезли уже на нашу площадку самолет, потому что военные летчики – это беда, и они остаются безработными. А вот малая авиация – это то, что абсолютно необходимо для территориального развития России. Раньше всегда, вот я потом его звал, я его назвал, в Юргадскую область, а Казахстан, в каждом хозяйстве были свои посадочные самолеты, и там два прилетали и обрабатывали порядок. Ну, это наши ребята там рисуют, тоже вы знаете, что там, если говорить о нормальном образе жизни, в природе нет природов, поэтому когда создаете поселение, вот так, вот так, вот так, и в природе такого нет. Поэтому вот в Финляндии, допустим, да смотришь, там же у них ни одного забора не бывает, люди живут, но они живут и так вписаны в природу, и ни одного забора, каждый партнер в своем участке, ну, вот как модель будет разработана, и дома, и все, но они вписаны в природе, и там нет вот природы, вот просто человек, и вот для этого без природы я удивился вот, что мы очень серьезно отстаем там, не только как индейцы, как я говорил, когда они удивляются, как просто таки красную или зеленую воду, но и вот когда это вот в Индонезии, Бомбали, там у них закон действует, который запрещает строить дом выше пальмы. То есть они понимают, что человек это все-таки только часть природы, и если он начинает под ней возвышаться, то он будет сам себя, потому что, ну, вот если мы создадим какие-то ниши противоестественные, то мы просто, наш георит исчезнет. У тараканов, потому что ноги будут покороче, и все как лидеры, а человек, как георит, просто исчезнет, если мы вовремя не одумаемся. Вот поэтому мы боличок почему-то понимаем, что возвышаться не природы будет ниже, и вот когда мы поймем, что нам тоже нужно жить не над природой, и в мыслях своих, и в планах покорения природы, природа посмотрим, посмотрим, а потом такой ответ нас нам нужен, что вам покажется. Вот поэтому нужно жить, вписываясь в природу, благо, я еще раз повторяю, по 12 гектаров на нос. Конечно, там и вечные злота, и болота, и прочее, но это тоже, и тоже болота, одна из самых самых экспертиз-компаней на нашей нашей земле.